Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы с вами поговорим о таком нечастом симптоме при сифилисе, как отек. Отек наиболее часто развивается при первичном сифилисе и часто носит название энтуративного отека. Что такое энтуративный отек? По сути дела это специфическая альтернативная форма твердого шанкра или первичной сифиломы с сифилисической язвой, которая возникает на месте внедрения ворот, в местах внедрения в ворот этой инфекции, вызываемой бледной трепанемой, и если она локализуется на определенных местах, то отекают ткани. Чаще всего они увеличиваются в объеме в 2-4 раза, чаще всего отеку подвергаются гениталии. У мужчин это половой член, у женщин это половые губы, клитр, но если брать весь член у мужчин, то наиболее часто это крайняя плоть. Пораженное участие, как правило, достаточно сильно увеличивается в размерах, приобретает его красновато-синюшный цвет. Плотность его очень сильно повышена, однако при попытке надавливания на эту отечную область не образует ямку, как при отеках, связанных с почками. Этим этот отек отличается непосредственно от других форм. отек может быть единственным критерием появления сифилиса, как правило. В частности, это при отеке половой губы и при отеке в области влагалища, у сифилиса, то отек и увеличение плотности является единственным симптомом, а в ряде случаев не удается найти первичную сифилис. У мужчин наиболее часто возникает отек, когда первичная сифилома локализуется в веничном борозде, отекает очень сильно крайняя плоть, часто происходит нагноение этого первичного шанкра, часто увеличивается в объеме крайняя плоть, повышается температура, в ряде случаев имеется гнойно отделяемого из препарациального мешка, который не может нормально открыться человеком, т.е. в ряде случаев может даже развиваться фимоз. Что касается отеков, которые могут быть на языке и в полос рта. Дело в том, что в полосы рта дополнительно имеются разные вредоносные бактерии, которые часто при наличии такого аффекта, как твердый шанкер, с легкостью внедряются в слизистую оболочку и вызывают отек ткани. Соответственно, в ряде случаев сопутствует достаточно сильное увеличение языка на фоне язвы первичного шанкра, припухают лимфатические узлы, в ряде случаев развивается достаточно большая температура. То же самое, отек возможен в области лица, в области верхнего и нижнего века, когда человек заражается в основном при оральном сексе, либо механически заносит бледную трепонему с области половых органов на область лица. Эти области наиболее часто склонны к отекам. Поэтому при отеках в этих областях всегда нужно проводить наряду с поиском других причин и диагностику сифилиса. Также по языку можно сказать, что он часто поражается в третичном периоде. На этой области часто образуются специфические узлы, которые называются гумы и бугорки, которые часто нагнораиваются и из-за присоединения вторичной инфекции очень сильно болят. Поэтому при наличии таких вот инфильтратов и изъязвлений в области языка всегда нужно заключать третичный сифилис, при котором, опять же, большинство из реакций положительно. Во всяком случае специфических сифилитических реакций. При третичном сифилисе возможно поражение любого органа, в том числе почек, в частности гумами и бугорками. Они могут образоваться в любом участке человеческого организма. В этом случае, конечно, характерен почечный синдром, почечная недостаточность. Чаще всего развитие отеков на лице, которые развиваются чаще всего после питьевой нагрузки. Жидкость нормально не выводится из организма. Отсюда возможно развитие на лице и верхней части туловища отеков, связанных именно с почечной недостаточностью при поражении почек третичным сифилисом. Это основные отеки, которые могут развиваться при сифилисе. При любых подозрениях на данную инфекцию, для грамотной диагностики, вы можете обращаться в наш медицинский центр платной КВД в Москве. У нас принимают грамотные генерологи, которые обладают всем необходимым аспектром диагностических возможностей для постановки данного диагноза. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok